друзья всем привет после ухода коммерческого форда с рынка россии завод в елабуге пустовал недолго теперь там вместо транзита выпускают вот такие вот цельнометаллические фургоны которые называются солерс атлант достойна ли это замена транзиту и сможет ли он навязать конкуренцию нашей газели давайте узнаем солерс атлант существует в трех вариантах длины и в двух вариантах высоты крыши у нас промежуточный вариант средняя длина и низкая крыша это называется l2 h1 такой фургон берет на борт полторы тонны или 10 кубометров груза в грузовом отсеке боковая сдвижная дверь не самая огромная но самое главное что ее ширина позволяет загрузить сюда стандартный европодон потому что ширина метр европодон 80 сантиметров ну и плюс большие зазорчики на маневрирование интересно что уже в базе грузовой отсек имеет отделку это приятно то есть не голый металл и при этом это не фанеры это ударопрочный пластик это касается и порога и боковых стенок и даже потолок имеет отделку кроме того у нее есть дополнительный свет который включается из салона это все хорошо но меня напрягает немножко два момента во первых отсутствуют какие-либо такелажные крюки то есть если нужно будет куда-то прикрепить ремни сделать это просто негде есть только отверстие в стенке но на этом и все здесь прикрутили вот такой металлический порог планку она может немножко мешать когда нужно будет загрузить что-то тяжелое и продвинуть это через грузовой отсек и второй момент мне не очень нравится собственно сама отделка пола мягкий такой пластик и если что-то тяжелое нужно будет перемещать уже внутри грузового отсека с этим могут возникнуть сложности и это сама обивка в этот же момент может и закончится загружать естественно автомобиль можно не только через боковую дверь но и сзади для этого существуют распашные двери посмотрим сейчас как они открываются естественно не могут открываться в двух положениях если убрать фиксатор то двери должны распахиваться на 180 градусов должны но по факту этого не происходит все-таки немножко угла не хватает и если вспоминаем прямых конкурентов того же транзит или ту же газель у них дверь можно распахнуть действительно 180 градусов угол открытия больше но сам проем нормальный чуть-чуть только вот сверху мешается замок но в целом не должно быть проблем погрузочная высота тоже как говорится как у всех 75 сантиметров получается от порога до земли это в пустом состоянии в загруженном естественно машина чуть-чуть присядет тут как говорится не хуже и не лучше чем у конкурентов даже несмотря на то что он немножко сверху сужается ничего критичного и в целом сюда спокойно помещаются четыре стандартных европоддона или как я уже сказал 10 кубометров для атланта будет доступно два двигателя первый базовый объем 1 9 литр мощностью 139 лошадиных сил он будет доступен на самых легких машинах с передним приводом и полной массы две с половиной тонны но в нашем случае стоит более мощный двигатель это тоже турбодизель естественно объем 2 и 7 литра мощностью 150 лошадиных сил интересно что в китае изначально китайского собственно джака санрей который является солдер сам атлантом есть гамме еще и бензиновый мотор но слава богу к нам на рынок он не попал потому что все таки прекрасно все понимаем что бензиновый двигатель на коммерческой технике это все таки мавитон с точки зрения ремонтопригодности вроде все неплохо по крайней мере на первый взгляд под капотом все достаточно доступно везде можно подлезть это касается не только обслуживание мотора но и например элементарной оптики то есть чтобы заменить лампочки не нужно будет откручивать фары воздушный фильтр тоже так визуально в доступе а с точки зрения надежности пока судить рано сколько этот мотор будет реально ходить покажет время уже в базе этот фургончик достаточно неплохо оснащен в общем минимально необходимый набор радости жизни он присутствует отопитель вместе с кондиционером магнитола электростеклоподъемники обоих дверей причем у водителя это еще и с доводчиком электро регулировка зеркал ну и плюс есть круиз-контроль это вообще отличная новость на дальних трассах в дизайне интерьера и внешности явно создатели ориентировались на спринтер предыдущего поколения но на этом надо сказать сходство и заканчиваются потому что в остальном это конечно не уровень не спринтера не транзита и не нашей газели н.н. три вещи которые меня в кабине очень сильно напрягают первое это качество изготовления понятно что материалы дешевые никто не говорит что не должны быть иными это коммерческий автомобиль но почему все так криво собрано здесь зазор кривой здесь все непонятно как установленное здесь вообще вот до конца панель так и не встала это раз во вторых сама посадка тоже неудобное сиденье у него во первых мало регулировок у вторых у него нет никакой подвески как есть у некоторых версий того же транзиты у нашей газели третьих она очень неудачно спрофилирована особенно это касается спинки то есть уже после часа езды моя спина начала болеть а что будет после двух трех часов и полноценной рабочей смены второй момент это руль он буквально рулевая колонка буквально прибита гвоздями если не позволить такое выражение потому что он вообще никак не регулируется ни по углу наклона не по вылету не по высоте все-таки в двадцать третьем году хотелось бы чтобы он хоть как-то перемещался плюс сама кабина она вообще непрактичная то есть с одной стороны например смотрите есть прикуриватель и пепельница но при этом вообще нет ни одного подстаканника кто-то скажет что это мелочь но на самом деле когда полноценно работаешь автомобиле целый рабочий день все-таки эти вещи нужны нужную чтобы было куда поставить бутылку нужно чтобы было куда поставить стакан потому что единственное место есть в дверной обивки но вот так постоянно тянуться за рулем это такая себе история понятное дело что можно купить какой-то дополнительный держатель установить чтобы было куда все это ставить но опять же этим нужно заботиться а если машина корпоративная вряд ли кто-то будет этим заморачиваться также непонятно куда класть документы всякую мелочевку и так далее у большинства современных коммерческих автомобилей вот здесь обычно откидывается подлокотник с резинкой и можно положить сюда планшет с теми же накладными либо есть какой-то держатель по центру на центральной консоли здесь вообще этого ничего нет а самое обидное что полностью пропадает вот это большое пространство на потолке то есть не здесь центральной консоли не карманов что уже стало привычным не только фургонах но даже в обычных каблучках здесь всего этого нет и конечно вот в этих аспектах кабину нужно дорабатывать кроме того даже отсутствует такая элементарная вещь как так называемый рундук если откинуть у многих коммерческих фургонов подушку пассажирских сидений то под ним вы обнаружите ящик куда можно убрать огнетушитель дорожный набор прочую мелочевку набор инструментов здесь этого ничего нет под сиденье можно конечно что то убрать но это при этом будет валяться просто так и при том же сильном торможении все это может вывалиться например на ноги пассажиру неприятно к сожалению все перечислено то что я сказал про рабочее место на этом проблема не заканчивается потому что еще пару вещей которые обнаруживаются уже на ходу во первых очень неудобная площадка под левую ногу для отдыха нога получается очень сильно приподнята и гораздо удобнее ее просто оставлять на полу и второй момент это подлокотники то есть с одной стороны есть подлокотник но нужно было сделать такой же и с левой стороны почему да потому что сидение стоит достаточно далеко от дверной обивки и получается что левую руку просто не на что облокотить а дальние дороги это очень важный момент поэтому такой же подлокотник нужно было сделать из той стороны но складывается впечатление неужели у этого фургона у Атланта нет никаких позитивных моментов. Конечно, есть, и они касаются техники. Двигатель, как я уже сказал, турбодизель 2,7 литра, мощностью 150 лошадных сил, но главное не сколько он выдает, а насколько им удобно управлять, насколько удобно управлять тягой. Это гораздо важнее для коммерческого автомобиля. И с этой точки зрения у него полный порядок, потому что тяга появляется уже после тысячи оборотов, а после полутора тысяч уже получается такой бодрый подхват. То есть вот, как сейчас у нас полторы тысячи оборотов, стоит надавить на педаль. Все, под задорный свист фургончик начинает разгоняться очень бодро. Вне зависимости от мотора у Атланта стоит шестиступенчатая механическая коробка, и в общем передачные отношения подобраны неплохо. Механизм не идеальный переключение, но в целом ничего такого. Шестая передача, разве что вот так вот прям сильно глубоко. Ну, единственное, что вот сейчас совсем низкие обороты, конечно, начинается такой резонанс, но ничего страшного, надо сказать, что у нашей Газели NN в этом плане дела обстоят еще хуже. В целом комбинация мотора и коробки на Атланте очень удачная. Это однозначно плюс автомобиля. К тому же вместе с очень неплохой динамикой, очень неплохой тягой, которая, кстати, сохраняется и в груженом состоянии, при этом Атлант остается достаточно экономичным, потому что по Trip-компьютеру понять, сколько он расходует, к сожалению, не получается, потому что данные не обновляются. Не знаю, с чем это связано, конкретно это автомобиль, или в принципе не получается, но по факту, по, как говорится, доливу, выходит, что Атлант в среднем расходует порядка 11 литров в смешанном режиме дизельного топлива. Это для коммерческого фургона полной массой 3,5 тонны, я считаю, просто отличный показатель. Аналогично, вместе с двигателем и коробкой, мне, честно скажу, нравится, какой у них получилось и шасси. Плавность хода, может быть, все-таки чуть-чуть похуже, чем у Газели NN, она даже в пустом состоянии ездит достаточно мягко. Атлант в пустом состоянии ездит жестковато, но при загрузке, естественно, все эти проблемы уходят на нет. А вот по поведению совершенно он не напоминает какой-то грузовик. Машина понятная, она достаточно оперативно реагирует на поворот руля, очень хорошо устойчиво идет на трассе, но это неудивительно, ведь все-таки колесная база достаточно внушительная. И в целом на Атланте ехать по любому типу дорог комфортно. Это же касается, кстати говоря, и обзорности. Зеркала более чем достаточная, есть серийская зона в нижней части. Кроме того, в салоне еще имеется и вот такое вот декоративное зеркало, но оно именно декоративное, потому что сами понимаете, функционал салонного зеркала в цельном металлическом фургоне, у которого сзади глухие двери, так минимум непонятен. Кстати говоря, в перегородке есть еще и окошко. Правда, в светлое время суток там видно лишь свое отражение, поэтому, собственно говоря, и салонное зеркало в данном случае даже немножко мешает. Когда он в нормальном положении, то у него постоянно видно отражение от стекла перегородки, и это, честно говоря, отвлекает, поэтому лучше сразу его откинуть наверх, чтобы оно вообще не смущало. Учитывая все это, возникает такой парадокс. С одной стороны, Солерс Атлант едет очень приятно, но с другой стороны получается, что ехать на нем неприятно именно из-за косяков эргономики. И это тем более обидно, потому что техническая база есть, нужно доработать удобство посадки. Обязательно. Солерс Атлант получился не идеальным, вопросов к нему хватает, и нужно еще узнать, сколько он стоит. Самый простой, самый маленький автомобиль обойдется в 3 миллиона 100 тысяч рублей. Ну а большие версии, это почти 3,5 миллиона рублей. То есть получается он даже чуть-чуть дороже, чем наша Газель НН. Понятно, что с госзакупками проблем не будет. Но, чтобы эта машина имела успех и на частном секторе для частной компании и предпринимателей, нужно сделать две вещи. Первое. Увеличить степень локализации, чтобы понизить цену. Второе. доработать кабину, чтобы рабочее место водителя было нормальным и полноценным. Без этих двух вещей Солерс Атлант на частном секторе конкурировать с нашей Газелью не сможет. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы узнать о всех новых роликах. Помните, что мы есть во всех соцсетях. И до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова